Здравствуйте, я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку саболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил с заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты. Развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройке бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжу к Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в оккупе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все...